Heavy Barrel это компьютерная игра в жанре Run and Gun, разработанная японской компанией Data Jest в 87 году. В игре было 7 уровней и в каждом из них нужно было сразиться с боссом. В общем-то, как и всегда в играх тех времен. У игрока в арсенале 3 основных типа оружия и 4 дополнительные. Также в игре будут встречаться части супероружия, которые игрок может воспользоваться, если соберет 6 частей. Игра была портирована на NES в 90 году и на DOS в 89. К разгадке этой таинственной подмены. В студии Дмитрий Чапман и мы начинаем. Heavy Barrel – оружие новой эры. Разрушительное и безжалостное. Твоя задача уничтожить завод по его созданию. Можешь воспользоваться им в бою, если будет нужно. Поступил сигнал о проникновении лазунчика. Смотрите в оба. Ч-ч-ч-ч, я, кажется, его вижу. Это... это бурундук. Итак, вариант первый. Студия Диснея. 95-й год. Наши акции падают. Сериал Чип и Дейл совсем забыли. Какие будут предложения изменить эту ситуацию? Снять новый сезон. Это примитивно. Тут нужно что-то, что от нас не ожидают. Какой-то необычный ход. Может, скупим Пиксар? Идея хорошая. Запишите ее на 2006-й год. Но это не то. Может, сделаем компьютерную игру про Чип и Дейла? Уже хватило нам Капкома. Еще эту Нивнул Кастл. Нет, тут надо что-то необычное. Что-то таинственное. Самолет. Падающий парашютист. Я знаю, я знаю. Что? Мы украдем геймплей у Дата Ест. Они все равно по-нашему не пельмес. Эм, точно. Действуйте. Заполним азиатский рынок. Вариант второй. Студия Дата Ест. Компания несет убытки. Мы не успеваем доделать новую игру. А Веравульфа уже забыли. Нам тоже нужен план. Ну так предлагайте. Ну, мы можем издавать чужие игры мелких компаний. Так, это да, но это не то. Нам тоже нужно что-то необычное. А может мы обанкротим компанию? Ну, типа обанкротились, а деньги поделим и создадим другую. Это ты хорошо придумал. Запиши на 2003 год. Еще варианты. А может портируем наши старые игры на консоли Сегу, Геймбой, например. О, это уже лучше. Я придумал. Искупаемся в лучах славы. Как это делали Капком с Диснеем. Чип и Дейл 3 лицензию, боюсь, не дадут. А мы никому не скажем. Но нам уже некогда делать новую игру. Тогда возьмем старую. Сделаем Веравульфа. Подплута и слава наша. Я уверен, это сработает. Да, за работу. Компания Dataiest Corporation, известная как DECO, японская компания, разработчик компьютерных игр. Штаб-квартира находилась в Токио. Компания была основана в 76-м году. Она прославилась такими играми, как Капитан Америка and the Adventures, Heavy Barrel, Karate Champ, Werewolf The Last Warrior, а также играми по лицензии Robocop и Robocop 2. И, наконец, вариант третий. Вот же он. Идем скорее. Так, все, включил, да? Эй, гражданин, скажите, пожалуйста, это вы снимали с Чипа и Дейл 3? Ты кто? Да иди ты... Ой, простите, не так подошел. Настойка на орешках, это вам. Ого, а ну-ка. Я был вынужден изображать Чипа. Они платили реальные деньги и сразу... Скажите, а кто был Дейлом? Дейла изображала панда. Его приходилось гримировать полдня, чтобы снять один тур. Ну хорошо, а где теперь эта панда? Японцы любят панд. Поэтому ему сфартило. А мне нет. А мне нет. Кунг-фу панда смотрели? Это он. Это он. Также он был замечен в World of Warcraft. Пандарец, мать его. Мне тоже недавно предлагали один проект. Также хотели, чтобы искупаться в славе. Заменить игрового персонажа на Чипа. То есть меня. А что за игра, если не секрет? Да название я не помню. Загугли, друг. Ладно, синхрона хватит. Пошли. Вот как-то так и появился Чип и Дейл 3. Это всего лишь версии. Но, возможно, какая-нибудь из них правдива. К сожалению, мы не знаем, какая версия точнее всего. Но когда-нибудь мы все узнаем. И одной тайной станет меньше. Тайна, будоражащая умы многих, Станет еще ближе к разгадке. С вами был Дмитрий Чапман. Увидимся на следующей неделе. В передаче «Тайны игровой вселенной». Что-то идет, писал сценарий. «Тайны игровой вселенной». «Тайны игровой вселенной». Продолжение следует...